В то время, пока часть Актюбинца выступает за прекращение вырубки деревьев и за расширение русел местных рек, жители поселка Жилянка просят продолжить остановленные работы. Сегодня группа жильцов домов, расположенных рядом с руслом реки Песчанка, собрались, чтобы заявить, пусть лучше срубят часть деревьев, но приведут пойму реки в приличный вид. Конечно, надо. Мы за. Мы за, чтобы вычислили. Всеми руками и ногами за. Чтобы чисто было, нормально было, тогда и экология будет чище, и воздух будет чище. Кроме того, сельчане сетуют на то, что в зарослях по вечерам собираются группы о социальных элементах для распития спиртных напитков, а летом жители окрестных домов мучают расплодившиеся в пересохшем русле комары. Мы просим, мы не требуем, мы просим, чтобы вот это все, бардак вот этот очистили, и все. Мы просто просим. Алкоголики, мусор, да? У алкоголиков здесь у нас хватает. Хватает. Не успеваем считать. Другого мнения о работе коммунальных служб по расчистке русла песчанки директор западно-казахстанского филиала «Казни лесное хозяйство». На сходку с населением он приехал по собственному желанию, как обеспокоенный вырубкой деревьев житель Актобе. По его словам, расчистка русел необходима, но не ценой уничтожения зеленых насаждений. Деревья – это легкие города, охрана природы, защищает природу от всех этих загазовок и благоприятных погодных жителей. А сейчас столько деревьев, народ шумит, я только читаю, СМИ все узнаю, и народ справедливо шумит, что так делает. Надо же советоваться, или мнение народа, те старожилы, которые тут живут, надо с ними посоветоваться, надо бы, они все им деньги выделили, либо освоить эти деньги начали еще. В руководстве городского Акимата сообщили, что пока работы по расчистке русел приостановлены, идет корректировка плана работы. Так, ранее русло реки Песчанка планировалось полностью расширить на 20 метров. Часть работ уже сделана, но теперь принято решение сократить расширение до 6 метров. Здесь только определенную часть, где-то около 100 деревьев может быть попасть, но в ходе процесса работы мы будем желательно обходить, где-то русло менять, чтобы без вырубки идти. Но все равно без вырубки полностью произвести работу это невозможно. Сами видите, в каком состоянии здесь. Городские власти отметили, что уже сейчас подготовлено 3000 саженцев для посадки вдоль реки Бутак, где были уничтожены почти все зеленые насаждения. Напомним, на расчистку русел Актюбинских рек в прошлом году было выделено около 6 миллиардов тенге. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт».